Контролировать поведение граждан в этот период будут не только сотрудники надзорных отделов МЧС, но и также представители администрации Росприроднадзора и Владимирского лесхоза. Осуществлять мониторинг на вверенных территориях будут Мизиновское торфопредприятие и Национальный парк Мещера. Сотрудники МЧС также будут контролировать обстановку в границах населенных пунктов. Так, во Владимире пожарные уже совершили несколько выездов на Огуречную гору и поля напротив рынка Накуйбышева. Там было зафиксировано горение сухой растительности. А в деревне Прокудино Кольчугинского района москвич решил прибраться вокруг своего частного дома. Из-за неосторожного обращения с огнем спалил не только свой дом, но и соседский. Сжигают бочку, все стараются какие-то мероприятия провести. И каждый год мы выезжаем на садовые товарищества, где сжигают по одним, может даже по два, иногда и по три домика. Потому что человек думает, что он может почему-то сжечь. Не надо нигде сжигать, лучше закопать. Есть понятие компостные ямы, пожалуйста. Не надо ничего сжигать, ни при каких условиях. Если, конечно, у вас не стоит пожарная машина рядышком. На тушение сухой растительности пожарной в этом году уже выезжали 33 раза. В прошлом году на апрель было зафиксировано только три выезда. За незаконный пал травы частных лиц будут штрафовать. Полномочия имеют органы пожарного надзора и местного самоуправления. В этом году уже было составлено семь протоколов. И сегодня же в региональном главке поговорили об установках на водоемах. Из-за разлива реки Судокды подтоплено уже 14 приусадебных участков. А вода в Клязьме на сегодняшний день на 20 сантиметров в среднем выше уровня прошлого года. Мы базируем возможное подтопление в ближайшие сутки до 10 приусадебных участков на территории города Вязники и до 10 также приусадебных участков на территории населенного пункта Мстера с учетом подъема рек Тара и Мстерка. Обе прилегают к реке Клязьма.